Немножко о шелкопряде. Прямо какой-то бич в этом сезоне. Вроде в прошлом году травили, а в этом году поторвочных работ нет. И мы видим фотографии из разных районов республики. Буквально голову и леса стоят. Почему не травят? Кстати, Миндлесхоз или Минсельхоз. Минсельхоз прокомментировал. Да, сказал, что вроде как бы, как он сказал, экономически неэффективно. Нет, надо сказать, что вот этот товарищ, по-моему, фамилия Архматуллин, если я не ошибаюсь, он очень подробно изложил объяснение этой причины. Первое, он сказал, что, во-первых, поздно. А Георгий Валерьевич? Сразу запрашивается вопрос, а что вовремя-то не сделали? Во-вторых, говорит, это вообще естественный процесс. То есть, человек проявил вообще феноменальные знания в этой области, в области сельского хозяйства, в области борьбы с вредителями. То есть, он замминистра сельского хозяйства, кстати, отмечу. Дальше он заявил, что это естественный процесс, и ничего страшного. Ну, ест и ест, подумаешь, шелкопряд, значит, там, рощами сметая, значит, зеленые насаждения. Ничего страшного. Дальше он, значит, стал аргументировать. И вообще, сам по себе шелкопряд, он не вредный, а вредны только его гусеницы, заявил заместитель министра сельского хозяйства. Ну, вот вы понимаете, вот масштабы глубокомысленности этого человека. То есть, а то, что гусеницы, это производная, значит, от шелкопряда, а дальше это пойдет до бесконечности воспроизводится, он об этом не знает, да? Ну, в общем, совершенно циничный ответ минсельхоза, это, ну, прямо зашкаливает. И да, в этом году, конечно, масштабы сильно больше, чем обычно. В прошлом году травили. Был результат. Ну, то есть, по крайней мере, ну, как бы, катастрофических последствий не случилось в итоге этого всего. Ну, вот... Да даже в прошлом году сдержали даже... Нет, его сдержали, да. То есть, результат был достигнут. То есть, да, были последствия, но они были, на самом деле, вот, терпимые. А в этом году, конечно, мы, видимо, получим катастрофический результат. И, ну, у меня есть ощущение, что просто не заложены деньги были на это. А почему? Если мы знаем, что каждый год у нас одно и то же... Нет, что значит, почему? Почему? Вот на Петербургский форум есть, а на это нет. На форум России, там, Беларусь есть, а на шелкопряда нет. Ну, и так далее, и так далее, до бесконечности можно. На футбольный клуб УФА, то есть, реанимацию трупа, значит, деньги есть. На много что есть у нас деньги. Вот, а вот на шелкопряд нет. Очень странно. И при этом у нас помирают пчелы. Если потравки нету, то... Вот в прошлом году, значит, тут был скандал, что, типа, травят шелкопряды, потравили пчел. В этом году не травят шелкопряды, пчелы все равно умирают. Скорее всего, причина не связанная между собой абсолютно. То есть, тут надо разбираться. То есть, те, кто занимаются вот этой всей апимундией и пчеловодством, они должны разбираться, в чем дело. Возможно, тут причина в китайских пчелопакетах. Возможно, причина там еще в каких-то вещах. Может быть, экологическая обстановка в республике дошла до критической. Я не знаю точно. Но точно в этом году точно уж не связана с потравкой этого шелкопряда. Чудеса? Чудеса. 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 Чудеса.